Ну а теперь о главной новости дня, без преувеличения потрясшие весь мир. Этой ночью Соединенные Штаты атаковали аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс, откуда, по данным Пентагона, была совершена недавняя страшная атака с применением химического оружия. Крылатые ракеты выпустили с двух американских эсминцев, предупредив партнеров по НАТО, но действуя при этом самостоятельно. О ситуации из первых уст сообщат наши корреспонденты в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Европе. Начнем мы с Вашингтона. Там находится мой коллега Дмитрий Анопченко. Он с нами на связи. Дима, приветствую. Скажи, что в Штатах говорят? Как комментируют такое неожиданное решение Трампа? Леш, ну на самом деле комментируют даже не столько вот эти обстрелы, о которых сегодня говорит весь мир, сколько комментируют то, как сильно, буквально на глазах, изменилась американская политика, изменилось мнение Трампа и, в принципе, изменились политические расклады по всему миру. Я поясню, что имею в виду. Буквально два дня назад я делал сюжет для подробностей. И вот тогда я рассказывал 75 дней Трампу, 75 дней при власти, 75 дней в Белом доме. Выступая перед профсоюзами, он сказал, я не намерен быть президентом всего мира, я всего лишь президент Америки. Очень четко намекая, и говорил он об этом в ходе избирательной кампании, и позже уже став президентом, что Америка будет на первом месте, что Америка не будет вмешиваться в то, что происходит в других странах. И вот сейчас это очень неожиданное решение. Давайте сейчас увидим кадры, которые я сегодня утром получил в пресс-службе Пентагона. С нами, коллеги, поделились кадрами обстрелов. Обстрелы с американских военных кораблей, свыше 60 крылатых ракет, томагавки, которые были направлены на сирийскую военную базу, точечные удары, удары, в результате которых, по разным данным, от 6 до 10 человек пострадали, в результате которых были уничтожены порядка 10, тоже пока что нет точной цифры МИГов, которые принадлежали сирийской армии. Это на минуточку десятая часть всех тех самолетов, которые есть сейчас у Башара Асада. Это решение принял лично Дональд Трамп. Военные сегодня ночью признали, что они предложили президенту три варианта реагирования на ситуацию с химическим оружием, его использование в Сирии. И лично Дональд Трамп принял решение и отдал приказ начать бомбардировки. В Пентагоне сегодня ночью пояснили, почему именно такое решение было принято. Тут важный момент, просто хочу, Леша, с тобой и со зрителями поделиться. Дело в том, что, во-первых, очень важно для американской стороны было не поставить под угрозу военных. И таким образом обстрел производился не с самолетов, не с использованием авиации, а именно с военных кораблей. Ну а с другой стороны, томагавки, они не как обычные ракеты, вот они не летят по линейной траектории, они меняют траекторию в ходе полета, и таким образом сбить их невозможно. Достаточно неожиданные решения от Дональда Трампа, я чуть позже скажу. Дело в том, что даже ключевые политики о нем не знали, но Дональд Трамп сказал, что принял его, потому что не мог иначе, и потому что это в жизненно важных интересах для Соединенных Штатов. Жизненными интересами Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использование смертоносного химического оружия. Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства. Все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу. И тут важно просто отметить, а как все это происходило. Дело в том, что при прошлой администрации, при Обаме было принято долго советоваться проводить консультации с партнерами и по НАТО, и с ключевыми партнерами, с Берлином, с Лондоном. Было принято буквально каждый чих согласовывать на Совете Безопасности ООН. Трамп сейчас поступил абсолютно по-другому, и это очень важный момент, такой сигнал и для всего мира, и для Северной Кореи в первую очередь. Трамп принял решение самостоятельно. Многие ключевые политики, в том числе ключевые конгрессмены, до начала бомбардировок даже не знали о том, что они будут. Они признавались уже позже, в том числе сенаторы, от которых очень много зависит, что уже только после бомбардировок, когда они все увидели по телевидению, им звонили из Совета национальной безопасности и обороны. Звонки были в европейские столицы, звонки из Белого дома, звонки с предупреждением, что бомбардировки будут. Единственное, куда не позвонили, не позвонили в Москву. Это очень четкий и очень важный сигнал, что с Путиным никто не связывался. И вот первые минут 30-40, когда стало об этом известно, американская пресса гадала на CNN, на NBC, на Fox News, все обсуждали, ну а не случится ли так, что если русские не знали, то пострадал кто-то из российских военных, это приведет к невероятному обострению, к военному конфликту. Позже стало известно, что да, Белый дом не звонил, это было принципиальное решение, но Пентагон обязан в случае каких-либо действий в Сирии или в Ираке уведомлять американское военное ведомство, и американское военное ведомство обязано уведомлять Пентагон. Вот такое достаточно серьезное решение Трампа, и сказать, что сегодня Америка проснулась с другой, конечно, будет преувеличением, но то, что обитатели Белого дома проснулись в другом настроении, совершенно с другими месседжами, и то, что Тилерсон поедет в Москву с абсолютно другими месседжами, это уже понятно. Спасибо, Дима, за работу. Дмитрий Анопченко был с нами на прямой связи из Вашингтона.